МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я искал других мест, работаю и думаю, что все-таки поколение должно жить, работать. А муниципальный транспорт, он выполняет очень нужную и важную работу. И поэтому от него нельзя освобождаться. Ну, надежда, конечно, всегда должна быть. Надежда, безусловно, должна быть, потому что как минимум 65% хабаровчан ежедневно используют троллейбусы, трамваи и автобусы. Последние, кстати, совсем скоро обещают сделать лучше. Независимый союз пассажирских перевозчиков решил заключить договор со специалистом по организации безопасности. Это будет внутренний контроль. То есть все мы привыкли, что контроль осуществляется на том этапе, когда приходят органы. Мы же решили поработать внутри. Предпринимателю это выгодно в том плане, что он всегда готов к проверке. Он всегда, даже не к проверке, он просто всегда готов и спокоен за то, что у него происходит на линии. Продолжается и работа по внедрению системы оплаты проезда с помощью терминалов, как в Южной Корее. Это поможет, например, если не снизить, то хотя бы удержать цены на проезд. Сегодня комплекс пытается адаптировать для приема наших денег. Вот эта система оплаты проезда, ну, средние века. Сегодня во многих, наши соседи, Приморский край, они единственные сегодня вышли на южнокорейскую ферму, и это на Ухава у нас по Российской Федерации. Там такого еще нигде нет. Без всяких турникетов. Они уже работают год без кондуктора. То есть приучили население пользоваться. В одну дверь входить, в другую выходить. Ну и, конечно, не стоит забывать, что транспортная система – это не только пассажирские перевозки, но и грузовые. Ведь подумайте, что бы вы смогли купить, например, в магазине, в который ничего не привезли. Пропускайте пешеходов, улыбнитесь к кондуктору и будьте вежливы на дороге. Из днем автомобилиста Анна Харольская, Василий Ермаков для программы «Настоящее время».